Огни Большого Города сменит Кармен. Режиссер-постановщик Илья Авербух снова возвращается в Сочи с премьерой, но впервые создает постановку специально для Ледового дворца Айсберг, которая сегодня считается культовым местом для спортсменов и болельщиков. В прошлом году Огни Большого Города сюда привлекли более 140 тысяч зрителей. Кармен, обещают фигуристы, произведет еще больше фурор. Новый спектакль – это драматическая музыкальная постановка на льду, в которой есть все – живая музыка, полеты, воздушные акробаты, декорации, спецэффекты, но главное – звезды мирового фигурного катания. Наша Кармен, наверное, я ее называю так – импровизация на заданную тему. То есть есть тема Кармен, а дальше ты ее можешь трактовать, уводить, объяснять, как кажется тебе, как хореографу, художнику. И поэтому вы не увидите точную по книжке историю, как это есть. Это будет такая немножко свободная интерпретация, ледовая интерпретация. Авербух со своей командой объехал всю Кубань. Получилась неплохая пропаганда фигурного катания и спорта в целом, отмечают краевые власти. Сегодня 13 ледовых дворцов в Краснодарском крае. Мы открыли два центра фигурного катания в Краснодаре и в Сочи, где занимается сегодня свыше тысячи ребят. Я думаю, одним из примеров вдохновения явились те мероприятия, которые в том числе не только в Сочи, а проводились на всей территории Краснодарского края. Завершилась же пресс-конференция не совсем обычно. Поздравить с прошедшим днем рождения исполнительницу главной роли, олимпийскую чемпионку Татьяну Навку, пришел заместитель губернатора Краснодарского края Николай Далуда. Гастроли в крае были длительные и за это время с фигуристами успели подружиться не только зрители. Премьерные же показы «Кармен» стартуют в День России 12 июня и продлятся до окончания курортного сезона. Этим же летом, по сообщению ряда СМИ, Татьяна Навка планирует сыграть в Сочи свадьбу с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. Субтитры создавал DimaTorzok